здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу попробовать технику полосок то есть это называется striping technique потому что у нас полоски и в этом случае мы не будем добавлять в наш растворитель и красок никаких силикона вообще не будем работать с теми растворителями которые практически не дают клетки потому что я хочу чтобы не были полоски я эту технику именно такой как сегодня я еще ни разу не использовала поэтому посмотрим что из этого получится значит я взяла одну часть deco art foreign medium я взяла одну часть клея pva и я взяла буквально пол части воды хотя я вижу что краски все равно нужно растворять и фактически что я какие решила скомбинировать краски это белая краска вот с артеку это как раз золотая это у нас остатки фиолетовой темно-фиолетовой потому что меня уже нету и остатки светло-фиолетовой краски немножко красный вот и такой вот как бы промежуточная значит называется эта краска значит purple sunset это значит фиолетовый закат вот эта краска теперь я значит делаю раствор и минус 2 как я уже говорила что он дает пузырьки когда его особенно когда добавляешь воды поэтому нужно размешивать очень аккуратно вот и и добавлять если краска густая добавлять немножечко воды дистиллиона желательно вот фиолетовая краска у меня получилась хоть из остатков но густоватая а с одной стороны я не хочу слишком жидкие краски потому что мне важно чтобы эти краски разливались хорошо с другой стороны мне нужно чтобы они не были значит смысле чтобы они не были слишком густыми как например это потому что тогда краска просто ну не будет разливаться не будет давать эффекта который я хочу получить что я хочу получить вот как в агате знаете такие есть полоски как камень вот значит я люблю очень агат причем агат настолько есть разнообразные мое второе увлечение это как раз камни и очень много знаю камнях люблю раньше собирала камни еще в детстве собирала просто камни булыжники за что моим меня мама отчитала пару раз и практически заставила всю мою большую очень интересную коллекцию отнести в школу а теперь я собираю камни и делаю из них украшения вот если вы видели первом видео где я себе рассказа правда на это время нет поэтому я больше помогаю тем кто делает украшение вот вдохновляю их на на создание работ из камней знаю очень много именно о камнях и так что мы сегодня будем использовать вы знаете будем использовать такой контейнер потому что я буду делать немножко по-другому и практически мы просто приступаем пальцы меня уже в лаке уже красила ну и плюс у нас все салоны закрыты пока что поэтому получается что мы работаем как можем и так я начну до повторяю еще раз мы из не используем никаких добавок типа силикона мыла еще чего-то и я буду вот заполнять нашу форму очередование цвета ну принципе так по вашему желанию по моему я как получится так и получится теперь можно нам дать золотой цвет все равно есть пузырьки но потом мы попробуем их у меня убрать горячим воздухом и вот светло фиолетовый возможно немножко жидковат но посмотрим принципе не должно слишком растекаться особенно если мы не будем чрезмерно как бы чрезмерно взбалтывать все это пока что я стараюсь это не взбалтывать обязательно не обязательно и самое главное это нужно делать аккуратно знаете почему опять же чтобы не было смешивание красок я не хочу чтобы они смешивались и давали какую-то непонятную реакцию то есть мне важно чтобы потом они смешались в виде полосочек я вам честно скажу что эту технику я не пробовала раньше упс поэтому не знаю как у нас получится но стараюсь еще немножко золотома и в принципе можно попробовать часть отложу в сторону все свои краски чтобы они не нам не мешали вот красивый такой получается цвет да вот там не наш перчатки нет и какие потому что заказала я лучшего качества но к сожалению из-за карантина перчатки все представляется для других целей поэтому мы будем пользоваться обычным такими как кухонные якобы да и что для приготовления пищи делом том что очень плохо потом это все смывать и вот и у меня такой значит интересный набор красок да уже сам по себе и теперь как мы будем это делать осторожно я буду разливать это все то есть моя задача чтобы эти краски чтобы эти полосочки смотри какие красивые полоски сохранились по максимуму еще раз повторю что у меня это первый раз я занимаюсь такие так у таким видом именно именно таким видом рисования по и над смотрите какая красота вот так можно засушить вот немножко не понравилось что я коснулась но ничего самое главное нам нужно как-то по максимуму сохранить эти полоски и так мы отложим эту сторону боже какая красота да вот так вот бери и засушивая потом лаком покрывает ну и мы вот сейчас начнем все-таки реакции немножечко дают краски видно нужно чтобы закрылись принципе чтобы лучше закрывалась нужно белого немножко краски налить тогда она меньше лучше будет размазаться одна из техник чтобы краска скользила можно смазывать конечно можно смазывать края или вообще все полотно увлажнять немножечко мне не хочется чтобы терялась эта красота хотя вот смотрите как красиво уже это знаете вода то что же не все так ровно у него есть немножечко теперь на этот угол мы пойдем агата тоже ведь не полосочки на главное чтобы не смешивались краски не давали реакции как таковой точно как в агате видите такие уже у нас вот такой у меня будет агат из красок вот еще немножечко сюда мы можем убрать и так хотя здесь розы очень симпатичны смотрите видите розовый мы можем немножечко сюда убрать уже по себе сама по себе картинка она уже очень красивая вот смотрите видите как сохранились эти полосы страйпс это вот сейчас нет немножечко мне не нравится именно вот здесь хотя в принципе это хорошо гармонирует гармонирует с этим углом и здесь вот так розовая поэтому и вот тут красиво получилось поэтому мы можем немножечко даже перетянуть чтобы это красивая у нас часть здесь не очень да и со фактически вот у нас получается вот фактически готовая работа я даже не хочу больше вообще трогать он как камень знаете вот смотрите все полосочки сохранены вот просто супер я не знаю как вам но я очень довольна этой работой спасибо всем за вниманием кто за мной следит и до следующей встречи в эфире в следующей встречи в эфире